Представительница Центра немецкой культуры Надежда Мария Струкова пришла на праздник Дня Дружбы Народов. И вот оно, первое подворье свое родное немецкое. На территории, как всегда, весело, много гостей встречают с музыкой. Дружба народов, есть дружба народов. Мы дружим со всеми национальностями абсолютно. И участвуем во всех мероприятиях городских, кто бы нас не пригласил, либо армяне, либо другие народности, с евреями, друзьями, с поляками, из Беларуси, ну, со всеми. Чуваш, Мардова, как говорится, все друзья наши. Поэтому я уже в центре достаточно долго, уже 28 лет. Какая разница, на каком языке человек говорит. Мы все воздеваем руки к небу, мы все живем одним и тем же. Мы дышим одним воздухом, мы дышим одними помыслами, только о дружбе, о мире. На таких больших праздниках мы осознаем вот всеми органами чувств, в каком национальном регионе мы живем. Тут буйство красок, тут какие-то запахи от национальной кухни, тут национальная музыка. И многие для себя открывают впервые об истории и культуре какого-то народа. И нам нередко говорят, что мы не знали, откуда берутся немцы, возились немцы на Руси. И как это интересно. И действительно интерес очень большой, он не ослабевает. Центр немецкой культуры «Надежда» не только проводит массовые мероприятия и национальные праздники, но и сохраняет культуру, которая бережно передается из поколения в поколение. В центре стремятся возродить интерес к немецким традициям и истории. В этом году мы отмечаем 260-летие выхода указа императрицы Екатерины II о приглашении иностранцев поселяться в Россию. Этот указ дал начало массовому поселению немцев именно в Поволжье. То есть для нас это начало наших истоков на российской земле. Об этом рассказали на экскурсии в одном из ярких и самобытных строений этнопарка в немецком подворье парка «Дружба народов». Черепица для крыши этого дома была специально привезена из Германии. В многонациональной Самаре разные народы, в том числе люди с немецкими корнями, живут в мире и согласии. Центр немецкой культуры «Надежда» ежегодно вносит немалый вклад в укрепление доверия между народами. Мы живем здесь дружно, и нам главное рассказывать, показывать и учить детей тоже дружить и уважать друг друга. Мы – организация, которая отметила свое 30-летие. То есть мы стабильно работаем, это нас радует. У нас хорошо работает воскресная школа, это значит, что для семей с немецкими корнями по-прежнему важно, чтобы дети изучали историю и культуру своего народа. В истории нашего края русские люди с немецкими корнями сыграли важную роль. Достаточно вспомнить самарских губернаторов Ивана Блока, Константина Гротта. Сейчас «Надежда» является одним из самых деятельных, интересных национально-культурных центров. Немецкий национально-культурный центр «Надежда» на протяжении многих десятков лет как раз сохраняет, оберегает эту культуру, привлекает молодых людей. И работает ансамбль «Эдельвейс», который исполняет песни не только классические немецкие, например, песни к календарным праздникам, пасхальные песни, но и песни, именно характерные для немцев по Волжье. За эти два года парк «Дружба народов» стал одним из любимых мест не только жителей, но и гостей города. Здесь все, без исключения, этнодома представляют лучшие традиции своего народа. Елена Чернявская, Игорь Казановский. События.